Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит. Сегодня мы будем читать девятую главу этой книги. Она начинается словами «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израилевых». Посвящение Аарона и его сыновей продолжалось восемь дней и завершалось торжественным принесением первых жертв и явлением Божьей славы в виде огня, который поедал эти жертвы. И мы читаем второй стих «И сказал Аарону, то есть Моисей, возьми себе из волов тельца жертву за грех и овна во всесожжение обоих без порока и представь пред лице Господня». В православной толковой Библии уточняется «После семи дней освящения Скиния и посвящения ветхозаветных служителей в восьмой день Нисона второго года в книге «Исход» 40.17 сообщается, что Скиния была подготовлена в первый день первого месяца Нисана второго года по выходе из Египта. Скиния должна была быть показана как место благодатного присутствия в действиях Господа, а священнослужители должны были впервые выступить в служении посредников между народом и Богом. По-прежнему созываются представители народа и по-прежнему за первосвященника повелевается принести две жертвы за грех – тельца и во всесожжение овна». Конец цитаты. То есть мы видим, что с одной стороны подготовка священнослужителя занимала семь дней, а на восьмой день было торжественное собрание. Число семь указывает на полноту благодатных даров в христианской традиции на семь таинств Церкви. Восьмой день – это выход из Седмицы в день вечный, в день Божий, незакатный, который, начавшись, уже не прекращается. Таким образом, Писание сообщает нам, что через благодатное таинство Церкви, число которых семь, мы уже в этой жизни, вкушая благодать от этих таинств, приобщаясь к ней, прикасаясь, становимся как бы причастниками жизни вечной. Как я часто объясняю, это часть нашей жизни, которую мы проводим в молитвах, в общении церковных таинств, в изучении Писания. Эта часть нашей жизни, она уже не принадлежит жизни временной, но принадлежит жизни вечной. И далее мы читаем 3-й, 2-й стих «И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех и овна, и тельца, и агнца, однолетних, без порокового всесожжения». Ну, 2-й стих мы ранее прочитали. А здесь говорится о том, что жертва должна быть именно без порока. Вот эта мысль, она подчеркивается и во 2-м стихе, и в 3-м стихе. В одном случае она обращена к духовенству, а в другом случае к сынам Израилевым в целом. То есть не только к семейству Аарона и к самому Аарону, но и ко всем верным. А жертва без порока в христианском понимании это только чистая жертва Христа Иисуса, который был непорочный агнец Божий, который взял на себя грехи мира. Ни один человек не обладает такой чистотой, как Христос, ибо в Писании сказано, что все согрешили и все лишены правды Божией, нету праведного ни одного. И мы читаем 4-й стих. «И вала, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицем Господнем, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». То есть эти действия совершались ввиду того, что Моисей уже знал, что Господь каким-то видимым, чудесным образом Он поддержит все эти жертвоприношения. Православная толковая Библия уточняет, «За народ приносятся в жертву за грех козел, приносившийся за грех, собственно, отдельного князя народа». Об этом мы читали в книге «Левит», 4-я глава, 22-й стих. Здесь действуют представители народа, старейшины, как бы от себя. Следующее. «Жерта приносится в жертву всесожжения, тельца и барана, в жертву мирную, то, что называется шламит, по-видимому, принесенную совместно от народа и священства». Такая жертва вносила в этот мир гармонию и согласие между людьми. «Вала и барана, величайшая важность настоящего жертвоприношения, благодатное явление славы Господней в виде святоносного облака». Конец цитаты. И далее мы читаем 5-й и 6-й стих. «И принесли то, что приказал Моисей пред скинью собрания, и пришло все общество и стало пред лицом Господним». Вот это уточнение, что пришло все общество и стало пред лицом Господним, указывает на то, что они все были единодушны, а в том их служение, которое совершали священники. Весь народ молитвенно поддерживает это служение. «И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». И 7-й стих. «И сказал Моисей, Аарону приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе, и всесожжение твое, и очисть себя, и народ, и сделай приношение от народа, и очисть их, как повелел Господь». То есть Моисей призывает Аарона вначале очистить самого себя, а затем уже весь народ. И в послании к евреям апостол Павел видит великое преимущество в том, что наш первосвященник, Господь Иисус Христос, он не нуждается ни в каком самоочищении. А человеческий первосвященник, он нуждается в том, чтобы сначала очистить себя принесением жертвы, а потом уже помогать народу. Блаженный Августин пишет, «Тогда все священники должны были по закону Божию сначала приносить жертву за свои грехи, а затем за грехи людей. И как сейчас через жертву молитвы мы изобличаем себя в грехе, ибо справедливо говорим, прости нам долги наши». «Так и тогда через жертвоприношение животных священники изобличали себя в грехе, так как должны были приносить жертву за свои грехи». Конец цитаты. То есть люди это видели, что сначала священники приносили жертву за свои грехи, потом за народ, им становилось очевидно, что в некотором смысле священники почти не отличаются от всего народа Божия. Как в народе есть грехи, так и у священнослужителей есть грехи. И далее мы читаем 8 стих. «И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него в жертву за грех». То есть начинается все с того, что исповедуется первосвященник, а потом его сыновья тоже должны были приносить подобные жертвы. «Сознание важности момента Моисей возбуждает и у всего народа, и особенно в священстве, приступив к жертвеннику и очисти себя и народ, внушает Моисей Аарону», сообщает православная толковая Библия. И мы читаем далее 9-10 стих. «Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. Отук и почки и сальник на печени от жертвы за грех жег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею». И далее 11 стих. «Мясо же и кожу жег на огне вне стана». Уточнение из православной толковой Библии. Соответственно этому первая жертва, которую приносит Аарон за себя, жертва за его собственные грехи. Таким образом мы устанавливаем, что нету никакого безошибочного, безгрешного священства, вопреки тем представлениям, которые иногда обнаруживались у латинян, что якобы безошибочное служение совершают римские понтифики. Такого не бывает. Каждый человек грешник. Кровь этой жертвы тельца, говорится в православной толковой Библии, однако не вносилась во святилище, в которое Аарон вводится Моисеем уже позже, а возлагается на рога жертвенника всесожжений, как припосвящение. В остальном настоящая жертва греха совершается по уставу, как это описано в Левит, 4 глава, с 9 по 12 стих. Здесь мы видим, что священник, чтобы войти во святая святых, он должен принести жертву восхваления, а, собственно говоря, не жертву за грехи и преступления, по крайней мере, в своем собственном случае. Эта жертва не вносилась во святая святых, а помазывались роги жертвенника. То есть был квадратный жертвенник, и на углах были роги. И, кстати, эти роги обладали защитительной функцией. Например, если преступник или невинно обвиненный в преступлении хотел укрыться от мстителей, он вбегал в храм и хватался за рог жертвенника. Его не имели права брать на казнь, даже на расследование. То есть это был такой гарант, что он теперь под покровительством тех жертвоприношений, которые совершаются. А почему именно роги были? Потому что у баранов, которые были приносимы в жертву, у них были вот эти роги. В нашем случае жертва – это сам Сын Божий, который был распят на кресте. И в нашем случае крест является той спасительной силой и благодатью, которая защищает нас и обеспечивает нам божественное заступничество. И в состоянии тяжелых испытаний, переживаний, падений мы осеняем себя крестным знамением и говорим «Из глубины в возвах Тебе услышь нас, Господи!» Далее мы читаем 12 и 13 стих. «И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвенники, а внутренности и ноги омыл и сжег всесожжение на жертвенники». Мы уже знаем, что отделение одной части жертвы от другой символизирует тот анализ, который должен осуществлять христианин, рассматривая каждый из своих грехов в отдельности, чтобы на исповеди не пропустить ни одного греха. А омовение ног, жертвы, внутренности указывает на то, что мы тоже должны избавляться от всего излишнего и очищаем свои ноги, которыми мы можем ходить разными путями, и прах этой земли, он касается их. Православная толковая Библия уточняет, всесожжение совершается по уставу, так как это описано в книге Левит, первая глава, «Как хлебная жертва» – это 17 стих первой главы книги Левит, по уставу глава 2 Левит «Сверхобычного утреннего хлебного приношения». Об этом также говорится в Исход 29-39. И мы читаем 15 стих. «И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего». Вот это уточнение «как и прежнего». То есть он сначала за себя приносит жертву, потом за народ, и тем самым подчеркивается, что все мы, и миряне, и духовенство, все-таки заключены во власти греха. И, как пишут святые апостолы, например, Иоанн Богослов, «Если мы говорим, что не имеем греха, то мы лжем, и нету правды Божьей в нас». Кто говорит, что он без греха, он лжец. Это утверждение Иоанна Богослова, который также пишет в своем послании от лица и других апостолов, «Все мы много согрешаем». Конечно, у таких святых людей, как апостолы, пророки, грехи принципиально отличаются от тех грехов, которые совершают обычные люди. Как мы знаем, что подлинные святые, они даже каялись и исповедовались в своих добродетелях. Но иногда Господь именно за грех осуждения посылает и священнослужителям тяжелые грехи, чтобы они не позволяли себе с пренебрежением относиться к тем грешникам, которые каются перед ними. «И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежде». То есть мясо жертвы за грех народа принадлежало священникам, об этом сообщает Левит 6.26. Но в настоящий первый день жертвоприношения по ошибке не было сожжено. Об этом говорится в книге Левит, 10 глава, 16 стих. И это окажется трагедией для сыновей Аарона. Потому что, когда дело касается культа, надо все выполнять очень строго и очень точно, как отец Павел Флоренский писал, что вся разруха в современной церковной жизни именно от невнимания к культу. И мы читаем 16 по 20 стих. «И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвенники сверхутреннее всесожжение, и заколол вала и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и туг из вала, из овна к урдюк, и туг, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили туг на грудь, и он сжег туг на жертвенники». И 21 стих. «Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая, пред лицом Господнем, как повелел Моисей». Итак, жертва мирная приносится по уставу о ней, так как написано в 3 главе книги Левит со 2 по 5 стих и в книге Левит 7 глава с 30 по 34 стих. Этот вопрос, эту тему мы уже разбирали. И мы читаем 22 стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех все сожжения и жертву мирную». «Благословил» – имеется в виду традиционное священческое благословение. Мы можем посмотреть книгу «Чисел», 6 глава, 23-26 стих. Давайте посмотрим, что пишет Ориген. Это фрагменты его бесед на Евангелии от Луки. Он пишет «Я предполагаю, что здесь указывается на слово, но ведь нужно, чтобы благословляющий был украшен деяниями, выделяющими и возвышающими его среди большинства. Ибо руки Аарона воздеваются вверх, когда он хочет благословить народ. Поскольку, если бы кто стал держать руки опущенными к земле, он не смог бы никого благословить». То есть воздетые благословения руки указывают на то, что благословение, которое преподает священник, оно проистекает с небес. А когда благословение дает христианский священник, он это делает в форме креста, этим самым указывая на то, что крест, страдания Иисуса Христа, это источник любых благословений для верующих в Иисуса Христа. И далее мы смотрим 23 стих. «И пришли Моисей и Аарон в Скинию собрание, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». Слава Господня – это явление славы Господней именно всему народу в виде заполнившего святилища, облака и небесного огня на жертвенники. И все это свидетельствовало о том, что Господь принял первые жертвы, принесенные только что назначенными священниками. Кстати, в православной традиции, когда человека руководят священники, у него берут благословения даже другие священники, что не делается в обычной ситуации, ибо священники берут благословения у епископа, а вот когда только рукоположился молодой священник, к нему подходят старшие священники и спрашивают, берут у него благословения, потому что это особое состояние, когда человек становится священником и впервые участвует в благослужении. Епископ Бреши Патерий, компилятор трудов Григория Великого, Папы Римского, в своих изъяснениях Ветхого и Нового Завета пишет, что означает, что Моисей часто входит в скинию и выходит из нее, как не то, что того, кто умом восхищен в созерцании, извне теснят немощные со своими нуждами. Внутри он созерцает тайны Божии, вне несет бремена людей плотских. Моисей, который в случаях сомнительных всегда возвращается в скинию и пред ковчегом Завета вопрошает Господа, вне сомнений доставляет пример правителям, чтобы они, когда сомневаются в своих решениях, всегда в свою душу, словно в скинию, возвращались и как перед ковчегом Завета обращались с вопросом к Господу. И если в чем-либо сомневаются, отыскивали бы внутри себя страницы божественной речи, то есть вспоминали бы какие-то цитаты из Писания. Патерий продолжает. «Поэтому и сама истина, явленная через восприятие нашей человеческой природы, на горах предается молитве». Действительно, Господь удалялся на горы, чтобы там пребывать в молитве, научая и нас удаляться от толпы, для того, чтобы молитвенно окрепнуть, а потом вернуться к этой толпе. «Поэтому и сама истина, то есть Христос, явленная через восприятие нашей человеческой природы, на горах предается молитве, в городах совершает чудеса, очевидно показывая добрым правителям путь для подражания, чтобы они, даже если сами в созерцании достигли высот, тем не менее сострадательно снисходили к нуждам немощных, ибо тогда любовь удивительным образом возносится к высотам, когда она милосердно преклоняется к нижайшим нуждам ближних». Оказывается, когда мы нисходим к проблемам простых людей, обычных людей, это есть возвышение для нас, ибо священник, как я часто объясняю вам, братья и сестры, это человек для других людей, а не человек для себя самого. «И когда она благосклонно нисходит к низшему, то есть милость, тогда же бедро возвращается к высшему». То есть бедро, как символ силы, то есть крепость Господь нам дает по мере того, как мы истощаем себя в своем служении по отношению к ближним. И далее мы читаем 24 стих. «И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и туг, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». «Вышел огонь» – это явление, которое подтверждало, что Бог принял служение Аарона. И давайте посмотрим объяснение святителя Иоанна Златоуста. Это его трактат против иудеев. Он так и называется, этот трактат. И в нем он пишет. «Начало устройства иудейского не все были земные, но большинство и самые важные из них были свыше с небес. Например, Бог позволил приносить жертвы. Жертвенник, конечно, был на земле. Также и дрова, и нож, и священник. Но огонь, долженствовавший сходить в то святилище и поедать жертвы, имел начало свыше». Вот в этом как раз суть вот этого слова «таинство». Таинство – это действие, которое имеет как бы свою материальную сторону, но за ней скрывается действие Бога. «Но огонь, долженствовавший сходить в то святилище и поедать жертвы, имел начало свыше, ибо не человек вносил огонь в храм, но свыше сходило пламя и исполняло службу при жертве. Также, если когда надо было узнать что-либо, то приходил голос «И изнутри херувимов от святилища и предвозвещал будущее». Опять на камнях, которые были на груди пересвященника, было некоторое сияние или так называемое явление, и через него открывалось будущее. Кроме этого, когда нужно было совершать над кем-нибудь помазание, не спосылалась благодать духа и не сходило на елей, пророки совершали это действие, и часто облако и дым покрывали святилище». Святитель Иоанн Златоуст здесь обращает внимание на то, что совершитель все-таки каждого такого таинственного действия является все-таки не священник. священник является лицом инструментальным, которого божественная благодать использует для того, чтобы через него воздействовать на реальность обычной человеческой земной жизни. Если хотите, священник — это антенна, который принимает некое сообщение, некую энергию и передает все это людям. Поэтому по учению церкви, и мы видим это и в Ветхом, и в Новом Завете, благодать действует и через недостойных священнослужителей, ибо действительно вода, которой мы пользуемся в наших жилищах, она текет по самым разным трубам, прежде чем достичь нашего жилища. И не всегда это новые трубы, они могут быть ржавчиной, но когда вся эта ржавчина сливается, потом мы все равно видим чистую воду. Так и действия священников, когда они совершают какие-то таинства, их действия обусловлены тем поручением, которое дал им сам Господь, который, хотя не рукополагает всех священников, как пишет Златоуст, некоторые не по воле Бога становятся священниками, Златоуст восклицает, не всех рукополагает Господь, но через всех действует. И об этом мы всегда должны помнить, тем более, что сегодня мы говорили о том, что священники такие же грешные люди, как и обычные люди, и прежде всего они должны были приносить жертвы за себя, и в нашей христианской действительности мы, священники, прежде чем начать службу, исповедуемся друг перед другом в своих грехах, каких-то преступлениях иногда нравственных, и потом уже только дерзаем совершать службу, выходить к народу, преподавать им основы веры, и исповедовать народ, принимать от них исповедь. И это очень важно, и любой нормальный священник никогда в состоянии греха не приступит к совершению литургии, он изыщет возможность исповедоваться другим священникам или даже своему епископу для того, чтобы, очистив свое собственное сердце, предложить очищение другим, как сказано, врачу исцелися сам. Субтитры создавал DimaTorzok